всем доброго времени суток я приветствую вас на канале от татьяны с любовью у нас такое солнышко сегодня светит вообще просто красота на улице такой легкий морозе ну как легкий где-то градусов 23 25 я сегодня решилась печь пиццу и конечно же хочу поделиться с вами очередным рецептом пиццы у меня очень много рецептов на канале я вам выложу обязательно внизу под видео заходите смотрите выбирайте на свой вкус все что вы хотите сегодня хочу предложить рецепт такой вкусный тесто самое главное это тесто для пиццы а все остальное сверху всю начинку это то что вы любите то туда и добавить и а я вам сейчас все расскажу и покажу поехали конечно же мы начнем с тестом я беру 350 миллилитров тепленькой конечно же водички беру 20 граммов прессованных дрожжей если у вас будут сухие дрожжи то это значит делите на 3 получается приблизительно 7 граммов и сюда отправляем 3 чайные ложки сахара но это где-то приблизительно граммов 20 там как вы подцепите с горочкой или без горочки уж как получится так беру вот так вот размешаю все тазики поразвела потому что просто мне здесь удобнее будет вымешивать тесто так 50 миллилитров у меня растительного масла я сразу отправляю сюда чуть-чуть немножко оставляю что потом смазать нам готово и уже тесто так муки у меня здесь просея на 650 граммов у вас мука ну другая может быть понадобится больше или чуть меньше я немножечко себе оставлю так и на муку выкладываю одну полную чайную ложку соли это приблизительно 10 граммов все замешиваю хорошо еду мука разная поэтому смотрите сами может кому-то понадобится больше может кому-то понадобится меньше муки сначала замешиваю ложкой потом буду замешивать руками в тазу мне удобнее просто вымешивать будет можете взять меньшую емкость вымешивать на столе или смотрите можно вымешивать точно также в планетарном миксере все жидкие ингредиенты соединяйте потом муку туда отправляется и в планетарный миксер вымешиваться тесто приблизительно в течение семи десяти минут планетарном миксере чуть меньше смотрите какое оно гладенькое вот такое вот должно получиться у меня ушла вся мука вот все 650 граммов ну я уже и знала поэтому муку я свою отмеряю уже знаю сколько так что я сейчас сделаю я сейчас сразу разделю его на три части потому что у меня выйдет 3 пиццы так можете через весы так разделили ровно как хотите хотите через весы хотите просто на глазочек это уже дело ваша хозяйская вот маслица которая осталась я вот сюда раз выливаю округляю один колобочек масло распределяю колобочек вот так вот смачиваю вот он видите и сюда выкладываю точно также на вторую пиццу тесто делаю все под себя округляю хорошо вот так вот так все колобочек смаз положила так тут еще у меня осталось и вот так вот 3 так вы будете точно уже не надо вам делить у вас подошло вы увидели одно взяли кусочек теста потом второй и вот так вот выпекать потому что духовка же у меня вот например 1 у меня пока одна пицца выпекается до время уйдет так все тесто у меня готово сейчас я оставлю его в теплое место но мне и дома тепло у меня прямо на столе подходит очень хорошо вот значит приблизительно на час ну опять же образно это да где-то простоит тесто 40 минут и хорошо увеличится в объеме где-то может полтора часа уйдет ничего страшного все зависит от температуры в вашем доме все ставим как подойдет увеличится в размере будем выпекать пиццу а сейчас пока займемся начинкой так как у меня будет три вида пиццы то я приготовлю разные начинки конечно же на все три пиццы значит так будет у меня в начинке перец это маринованный перчик с медом в общем очень вкусный рецепт у меня есть я вам выложу подведет огурчики киевсе уже давно всем знакомые потому что все уже их полюбили тоже рецепт у меня есть на канале в плейлисте консервация здесь же у меня грибочки это лисички вот такие вот малюсики всякие есть где-то еще и вообще маленькие у меня есть вот такие вот значит они у меня тоже это маринованные я взяла просто их промыла от маринада дала стечь и вот грибная будет у меня такая пицца так как у меня две будет пиццы с разными видами колбасы ну колбасных изделий то вот такую колбаску и ветчинку такую взяла так конечно же потребуется сыр да и давайте сделаем два вида соуса значит первый соус я сделаю для грибной пиццы на основе сметаны беру сметану ну я так вот буквально допустим две столовые ложки сметаны я на глазочек конечно же да сюда добавлю вот так вот сюда одну значит чайную ложку горчицы обычной и сразу же сюда в соус добавлю базилик я возьму сюда в этот соус базилик свежемороженый можете добавить как хотите допустим сухой базилик у меня просто свежемороженое есть я добавлю вот прям соус сейчас размешаю вот это у меня будет один соус грибной пицца вот так вот решила сделать вообще ну что такое пицца да можете все что угодно все что вы любите туда добавлять и все будет все будет отлично не надо там слушать знаете говорят в эту пиццу нельзя это в пиццу нельзя можно все что вы любите и все что вам и вашей семье будет вкусно кто-то например такой соус вообще не будет кушать а кому-то это очень нравится так я еще знаете забыла я немножечко его подсолю и поперчу потому что это сметана она будет совсем пресная так вот так вот все один соус готов на второй соус я взяла две столовые ложки томатного кетчупа возьму сюда две столовые ложки домашнего майонеза такие хорошие не жалеючи как говорится сюда я добавлю уже сушеный базилик просто вот так вот разомну все хорошо перемешаю можете добавлять тоже соус все что вы хотите все что вы любите второй соус для мясного для колбасных таких вот пиццу меня тоже готов тесто у меня вот так вот подошло смотрите видите значит один колобочек теперь уже не колобочек да получается я беру отсюда вот сюда вот его так специально вырезала под противень а эти поставлю обратно а теперь хотите скалкой хотите руками распределяем тесто до объема толку пиццы какой вы хотите я вот буду во весь вот этот вот приблизительно это будет 30 сантиметров диаметр пиццы вот такая заготовочка у нас готова это большая пицца так значит то давайте сделаем сначала мясную до половину приблизительно соуса который мы с вами приготовили я сюда выложу и распределю вот так вот по всей поверхности можете делать соус такой какой вы хотите можете делать с бортиками можете делать без бортиков как хотите я вот одну ну как по разные же три у меня пицца сделаю разное и с бортиками и без бортиков если вы сделаете с бортиками но они запекутся будут такие хрустящие если без бортиков то вся территория пиццы промазывается соусом не оставляя вот так вот место так сейчас наверх я выкладываю сыр часть у меня здесь потерто сыра на трепите примерно наверное 250 где-то вот так вот грамма у меня пицца домашняя сыр можете брать любой какой вы хотите хотите берите моцареллу хотите берите сыр подороже у меня знаете пицца самая простая поэтому я беру сыр более-менее дешевый как бывает потому что ну на дорогой не у всех хватает денег сейчас я беру замороженный базилик в этой пицце и вот так вот хочу базиликом пройтись так вот посыпаю его так выкладываю сюда вот такие ломтики колбаски прямо такими хорошими кусочками так выкладываю сюда перчик в общем делайте так как вам нравится так сверху помидорку и еще немножко на эту пиццу присыпаю сыр чуть-чуть совсем вот такую пиццу любит у меня муж это для него такая сейчас я беру противень беру вот обратной стороной на изнаночку то есть период перевернула видите противень и все и ставлю запекаться потом снимается на очень легко забыла сказать что пиццу ставлю на 220 градусов уже в разогретую духовку минут на 15 может на 10 посмотрите по своей духовке а мы уже тем временем пока у нас выпекаться 1 пицца готовим вторую если хотите с бортиками значит эти бортики сделайте вот так вот доделаю уже с колбаской поэтому сюда выкладываю соус это я его много забабахала но ничего страшного такой соус подойдет на горячие бутерброды я просто сразу вам говорю если вдруг у вас допустим останется соус как у меня да то вы можете сделать горячие бутерброды потом поставьте его в холодильник сутки по спокойно он у вас простоит в холодильнике без всяких проблем и потом любые горячие бутерброды сделайте я может вам даже покажу на завтрак люблю очень с баклажанами с с перчиком такие вот бутербродики горячие может тут завтра или как-то вам покажу какие бутерброды я обожаю на завтрак баклажанов у меня много наготовлено так что так значит опять добавляю сыр сюда немножко вот так и оставлю как раз еще на одну пиццу так сюда возьму вот такую колбаску сюда я добавлю огурчики киевси ой они такие вкусные вот начала вам про бутерброды говорить да сделайте допустим сосисками бутербродика можно горячий бутербродик сосисками сделать и вот добавьте такие огурчики киевси о это очень вкусно очень так я люблю базилик поэтому я сюда добавлю как постоял весь у меня на столе уже немножко отошел надо его сразу сразу как взяли отправлять в морозилку а ты сюда я добавлю помидорки и совсем чуть-чуть сыра совсем чуть-чуть все еще одна пицца готова ну и приготовила вам сразу третью пиццу уже не стала занимать время потому что соус мы с вами уже приготовили показывает тут нечего значит на низ у нас соус далее сыр грибы и лисички помидоры сверху и немножко остаточек сыра все вот такая третья пицца уже готова у меня уже 2 выпекается сейчас это вообще это очень быстро и все и сейчас уже будем с вами выставлять готовые пиццы видите у меня еще на готове а это пицца уже готова можно уже разрезать так и пробовать смотрите какая получается это пицца которая была без бортиков смотрите покажу на ней какое тоненькое тесто видите вот так вот берете смотрите вот вот так вот наклоняйте видите пицца не рвется а вот так вот видите прогибается это значит тесто очень хорошую пиццы вот такая вот красот так все одна готова сейчас дожидаем еще сейчас уже у меня все буквально минуточка две ставлю пиццу с грибами так порезала все три пиццы вот смотрите какая красота у нас с вами получилась подвину эту поближе вот так вот сделаю вот такие вот три пиццы она любой вкус как говорится кушайте с удовольствием вот такая вот красота какая посмотрите мой очень вкусное очень вкусное тесто обязательно попробуйте начинку делайте любую готовки с любовью готовки с удовольствием вас обязательно все получится хорошего вам вечера и приятного аппетита всю пиццу мне конечно сюда не принести но вот так вот по кусочку для вас выложила смотрите какая красота получилась пеките с любовью пеките с удовольствием вас обязательно все получится позвонила подруге сейчас она у меня приедет я говорю приезжаю я сегодня напекла столько пиццы попьем кофейку с тобой поболтаем так что испечь пиццу это повод лишний раз встретиться с друзьями или порадовать своих родных такой вкуснотой если вам понравилось видео то ставьте лайки не забудьте подписаться на мой канал пишите комментарии я буду вам очень благодарна всего вам самого доброго с вами была ваша татьяна пока-пока а